Добрый день, дорогие друзья! Часто слышу о генеральной исповеди. Чем она отличается от обычной? Постараемся, дорогие мои друзья, вместе задуматься над этим очень важным вопросом, потому что Господь наш Иисус Христос свою проповедь, свое благовестие начал со слов «покайтесь, приближи быся Царствие Небесное». Поэтому покаяние – это самое первое основание духовной жизни. С покаяния, собственно, духовная жизнь и начинается. Покаяние – это правильное видение самого себя, говорит великий святой XIX века святитель Игнатий Бричанинов. Правильное видение самих себя позволяет человеку увидеть, насколько он удалился от Бога. Генеральная исповедь, чем, собственно, она и отличается от любой обычной? Ну, строго говоря, я, может быть, поделюсь сейчас своим личной точкой зрения, под генеральной исповедью понимается сейчас, ну, по крайней мере, вот тех людей, которые об этом говорят или спрашивают, это исповедь за всю прошедшую жизнь. Когда человек основательно готовится, может быть, даже из каких-то книжечек выписывает перечень грехов внимательно, вдумчиво, перед очами своей совести просматривает вновь свою соделанную жизнь, записывает, может быть, даже для того, чтобы легче было поисповедаться, чтобы ничего не забыть. И приходят в некоторых монастырях, в некоторых обителях, есть такая практика, куда приходят люди, желающие пройти генеральную исповедь, то есть исповедь за всю жизнь. Но, как мне лично кажется, любая исповедь, любая исповедь, она должна быть генеральной. В каком смысле? Это не значит, что каждую исповедь надо, чтобы она была очень продолжительной до беспредела, да, и как бы заново все это перекапывать. Но внутреннее твое, твое сердечное отношение к таинству исповеди должно быть такое, что твоя исповедь может быть последней в жизни. Вот при таком внутреннем отношении, как очень мудро преподобный Паисий Святогорец говорил, что покаяние может в один день человека изменить. И как он в свойственной манере сказал однажды, что покаяние может человека в один день превратить в ангела, ссылаясь на преподобного Аву Алония из Древнего Потерика. То есть, как бы внутренняя решимость возненавидеть грехи, которые удаляют нас от Бога, и постараться внутренняя решимость и грехи возненавидеть, и к ним больше не возвращаться. И вот эта внутренняя решимость, она, собственно, любую исповедь делает генеральной. То есть, ты подходишь, не задумываешься над тем, чтобы себя оправдать, чтобы как-то объяснить или как-то, например, священнику начинать приводить какие-то смягчающие вину обстоятельства, или рассказывать о грехах других людей, или жаловаться, или роптать на свою жизнь. Ведь не секретнее для кого, дорогие друзья, по крайней мере для верных чад Святой Церкви, которые стараются регулярно исповедоваться, что одна из наиболее распространенных ошибок, когда мы исповедь превращаем просто в рассказ о своей тяжелой жизни, об обстоятельствах жизни. Как бы такая расширенная биография, где, собственно, о покаянии ничего не напоминает. Глубокого сожаления о своих грехах нет. Просто человек рассказывает, как ему плохо, вот такие у него обстоятельства, тот его недопонимает, здесь его не поняли, все его забыли, так сказать. Но это не исповедь, это просто профанация таинства. А при настоящем, глубоком, серьезном отношении к исповеди, каждая твоя исповедь может быть генеральной. Зачитаю вам, дорогие мои, из произведения преподобного Паисия Святогорца, как он пишет о необходимости исповеди, какое она имеет значение и какой должен быть внутренний подход человека к этому таинству. «Если бы люди, по крайней мере, сходили к духовнику и поисповедались, то исчезло бы бесовское воздействие, и они снова смогли бы думать. Ведь сейчас, в том состоянии, в котором находится большинство людей, из-за бесовского воздействия они не в состоянии даже подумать головой. Покаяние лишает дьявола прав над человеком». Вот эта фраза, ее многократно преподобный Паисий повторяет, вот, по крайней мере, в его произведениях, вот эта мысль, можно сказать, красной чертой проходит через многие его наставления, что покаяние лишает дьявола тех прав, которые ты ему дал, когда грешишь. Любой из нас, когда грешит помыслами, словами, поступками, мы предоставляем дьяволу права над собой, благодать Божия от нас отступает, и дьявол уже пользуется, ну, так сказать, по полной своими правами и делает жизнь человека невыносимой. Человек и страдает, и сам не может понять, из-за чего страдает. И причину своих страданий, как правило, видит в ком-то другом, но не в себе, а вот именно покаяние лишает дьявола прав над человеком. И вот, в частности, преподобный Паисий приводит здесь такой пример. Недавно на Святую Гору, это было в 1985 году, приезжал один колдун. Какими-то чародейскими колышками и сеточками он перегородил в одном месте всю дорогу, ведущую к моей калеве. Это калево, то есть келья Панагуда, куда стекалось всегда множество людей, приходили исповедовать помыслы свои и советоваться с преподобным Паисием. «Если бы там, — пишет преподобный Паисий, — прошел человек, не исповедовавшийся, то он бы пострадал, не зная вдобавок причины этого. Увидев на дороге эти колдовские сети, я сразу же осенил себя крестным знаменем, пошел по ним ногами и все порвал. Потом пришел в калевый сам колдун, рассказал мне о всех своих замыслах и сжег свои книги». Немножко отступая от темы покаяния, хочу обратить ваше внимание, этот пример зачитал я вам не случайно, дорогие друзья, потому что существует, это отдельная тема, тоже очень важная, очень глубокая, существует как бы такие две крайности. Одни боятся там сглаза, порчи, колдовства, это боятся панические, порой боятся даже какого-то обычного мусора, который увидят у себя за порогом, или где-то иголку, или булавку, или ниточку, или повязочки и так далее, и так далее. Панический страх всего и вся, и подозрение всех, что вот вокруг колдуны и так далее, это одна крайность. Вторая крайность, все крайности, как вы понимаете, все от врага. Вторая крайность, это полное, ну как бы такое безразличное, такое легкомысленное отношение к тому, что ничего этого вообще не существует, все это выдумки, фантазии, самовнушения и так далее. И вот преподобный Паисий, это далеко не тот человек, которого можно заподозрить в каком-то мнительности, фанатизме, самовнушении, что он боялся каких-то там предметов, ниточек, веревочек и так далее. Вот он здесь пишет, что колдун перекородил колышками и сеточками дорогу к моей келье. И он говорит, я, подходя к этому месту, то есть преподобный Паисий, это уже человек духовно упорядоченный, имеющий духовное зрение, это, ну, мягко говоря, это не наш с вами уровень. И вот увидев, и сразу увидев, что здесь эти колдовские сети, он говорит, что если бы здесь прошел человек не исповедавшийся, кто же прошел бы, не замечая, то он бы пострадал, не зная вдобавок причины этого. А сам преподобный Паисий осенил себя крестным знаменем и растоптал все вот эти колдовские сети. То есть бесовская сила, она действует, действует в этом мире, действует в том числе через материальные предметы, но это хоть и взглаз, хоть и колдовство, хоть и любые какие-то чародейские действия, имеют власть только над тем человеком, подчеркиваю это, который не исповедуется, который, как вот было сказано выше, предоставляет дьяволу права над собой. Человек, который ведет нераскаянный образ жизни, дьяволу предоставляет много прав над собой. И вот далее преподобный Паисий говорит, «Дьявол не обладает никакой силой и властью над человеком верующим, ходящим в церковь, исповедующимся и причащающимся». Вот смотрите, четкий, недвусмысленный ответ и совет одновременно, и повод хорошо задуматься всем нам. «Дьявол не обладает властью никакой над человеком верующим, ходящим в церковь, исповедующимся и причащаясь. Дьявол только погавкивает на такого человека, словно беззубая собака. Однако он обладает большой властью над человеком неверующим, давшим ему права над собой. Такого человека дьявол может даже загрызть. В этом случае у него есть зубы, и он терзает имя несчастного». Ну, здесь, как хотите, и в переносном, и в аллегорическом, и в буквальном смысле можно понять. То есть дьявол сделает жизнь человека невыносимой, того, кто к таинствам церкви не приступает, в первую очередь, к покаянию. Дьявол обладает над душой властью в соответствии с тем, какие права она ему дает. Поэтому, дорогие мои друзья, давайте мы посерьезнее будем относиться к таинству покаяния. Вот мы сейчас старались, насколько это возможно, ответить на два вопроса. О генеральной исповеди, и, как мне кажется, любая исповедь, если к ней подходить серьезно, вдумчиво, благоговейно, со страхом Божиим, сокрушением сердца, то, в общем-то, любая твоя исповедь будет как генеральная. Это как исповедь последний раз в жизни. А как необходимо готовиться к первой исповеди? Есть много брошюрок, сейчас, слава Богу, они издаются, в этом нет недостатка. Допустим, в помощь кающимся, и маленькие иногда такие брошюрки карманного такого формата по произведениям святителя Игнатия Брянчанина, где перечень сначала добродетелей, которые всем нам не достает, грехов, которые нас удаляют от Бога, и образец исповеди. Внимательно почитать, может быть, даже карандашиком подчеркну, где вы себя узнаете, а внимательный человек себя во многом узнает. И вот таким образом подходить к первой исповеди. И желательно, чтобы первая исповедь стала началом покаяния. Покаяние как образа мыслей, образа жизни человека. Да поможет нам всем Господь, дорогие друзья, и да услышит Он наше покаяние, и поможет нам исправлять свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok